На прошлом уроке я вам не говорил о том, что у этой команды, или говорил, не помню точно, но у этой команды, Rails-server, существует ключ, который называется I. Ну и пишется как минус I. Ключ этот расшифровывается как environment, то есть окружение. Когда запускается сервер, он запускается в каком-то окружении. По умолчанию это окружение вот это. Здесь пишется development. Application starting in development. О окружении существует несколько. Их можно посмотреть. Development, production и тест. По умолчанию запускается development. Если мы Rails-server минус и production, запустится production. Production просто означает, что веб-сайт будет работать в production режиме, то есть уже где-то там на вашем сервере. И для каждого окружения существует своя база. То есть когда вы разрабатываете приложение, у вас своя база, которую вы там наполняете тестовыми данными. Когда приложение запускается, там другая база данных появляется. Ну для тестов еще одна база данных. Так что имейте ввиду, что Rails можно запустить в разном окружении. И по умолчанию окружение это development. Тут я пока просто запущу Rails-server, но можно просто написать development. Это будет все равно, что если я запущу его без ключа. То есть development по умолчанию. Так. Дальше. Дальше у нас есть такая команда, как вы, наверное, помните. Но давайте я про нее расскажу немножко подробнее. Называется она Rails-generate. Выглядит она следующим образом. Rails-generate. А вот тут у нас пишется генератор. Я его так обозначу. И параметры. Параметры этого генератора. То есть вот эта команда, ее, кстати, можно сократить до Rails-g. Эта команда создана для того, чтобы запускать различные генераторы с различными параметрами. Какие генераторы существуют? Существуют следующие генераторы, которые мы с вами будем сегодня проходить. Это, например, контроллер. Вы с ним уже знакомы. Для генерации контроллеров есть генератор, который называется model. У каждого генератора свои параметры. Ну и там есть генераторы, которые создают и контроллер, и модель. Но пока мы не будем на этом останавливаться. То есть сейчас мы с вами запустим генератор, который мы уже запускали. И этот генератор называется контроллер. И я его запускаю. Rails-generate. Вот он, контроллер. Home-index. То есть у этого генератора с названием контроллер параметры. Следующие. Home-это сам контроллер. Название контроллера. Сейчас мы посмотрим, что будет. То есть какой контроллер будет создан. А index-это название экшена. То есть это название метода. И сейчас я вам, для тех, кто не помнит, расскажу, что такое контроллер и что такое экшен. Я запустил эту команду. Так у нас. Эта команда отработала, и она пишет, что было создано. Нас интересует контроллер. Ну, тут был создан маршрут. И были созданы представления. Ну, и тут тесты, различные хелперы. CoffeeScript. CoffeeScript это такой, ну, можно сказать, джаваскрипт. Но только, как бы, упрощенный немного. Многие пишут на CoffeeScript, но я его не одобряю, потому что он многое скрывает. То есть лучше все писать на JavaScript. Но этого я вам не говорил. То есть вы потом сами свое решение будете самостоятельно поднимать. А то я вам скажу, и вы потом скажете, вот почему ты нам тогда сказал. Так что это полностью будет на вашей совести. Так, ладно. Контроллер был создан. Что же такое контроллер? Контроллер это просто наши методы, которые у нас были в сенаторе, только они разнесены по разным файлам. Вот у нас в сенаторе был так называемый app.rb. Вот здесь это не app.rb, а каталог app. В этом каталоге app есть контроллеры. Контроллеры это методы, которые отвечают за вызовы различных функций. То есть вот это наш action, вот это наш action, вот это action тоже. То есть это action это обработчик какого-то определенного URL. Вот и все. То есть у нас здесь было много action в сенаторе. А здесь эти action, они как бы разделены, во-первых, на файлы, а во-вторых, ну в каждом файле содержится контроллер. В контроллере набор этих action. Вот здесь у нас появился action, который называется index. И вот к этому контроллеру и action мы можем обратиться. Обратиться очень просто. Переходим по ссылке home slash index. Если вы помните, я говорил о том, что вот этот текст, он берется вот отсюда. то есть app, вот это наше приложение, потом views, то есть представление, потом каталог home, представление для контроллера home и уже название action. То есть вот так просто в Rails все разбивается. Вот, ну ладно, едем дальше. Давайте с вами запустим генератор. Кстати, вот здесь команды, там Rails server или Rails generate не обязательно из каталога вашего приложения. То есть можно из-под каталога вводить. Он автоматически это поймет. Давайте запустим генератор, который называется model. Я пишу Rails generate model. Ну вот здесь у меня уже он был. Мы создадим модель, которая будет называться article. Почему article? Ну потому что, чтобы не путать вам с пост. Вообще в блоге, конечно, посты там у нас раньше были. Но тут у нас будет статья как бы такая. Вот у нас будет модель, которая будет называться статья. Вот если мы посмотрим сюда в наш пиццешоп, то у нас модель это вот это. Мы называли вот это наш продукт, наш order там и так далее. Ну вот у нас это в нашем примере, в нашем блоге модель будет называться статья. И здесь мы сразу же в командной строке задаем свойства этой модели. Свойства имеется в виду столбцы, которые будут созданы в базе данных. И это автоматически будет свойствами класса вот этой модели article. Мы будем к ним обращаться. Помните, мы писали там, синтаксис у нас такой был. Ну сейчас я его вам открою. То есть мы писали вот так. t.text.description. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот, а мы в нашем случае пишем просто rails, generate, model, article. И вот эти все свойства мы перечисляем в командной строке. Ну и давайте я запущу, чтобы вас не томить. Вы увидите самостоятельно, что будет создано. Создано будет следующее. Будет автоматически создана миграция. Автоматически создан файл модели. Ну и юнит-тесты тоже будут созданы для этой модели. Смотрите, у нас автоматически была создана миграция. Давайте посмотрим, что это за миграция. Смотрим, где она создалась. База данных. migrate, db-migrate. То есть это в нашем приложении db-migrate. И вот она, наша миграция. То есть rails автоматически создал то, что мы раньше писали ручками. То есть t.string, text, text. То есть у нас получилось так, что мы назвали столбец текст. И тип у этого столбца тоже текст. Ничего страшного в этом нет. Я считаю. Вот и rails автоматически нам timestamp. Timestamps тоже поставил. Так что он супер вообще. Мне этот подход нравится. Все автоматически. Вот и файл модели. Если мы посмотрим. Помните, как у нас выглядел в сенаторе файл модели. Точнее не файл модели, а сама модель. Мы там писали product. Вот сама модель была создана rails автоматически. А раньше мы это писали ручками. То есть сейчас я вам просто говорю о том, что вы уже знаете. Поэтому я вам и говорил. Когда мы приступим к rails, вы уже будете половину всего как минимум знать. То есть все, что мы создаем, здесь как бы разбивается по папкам. К этим папкам нужно немножко привыкнуть. Но вы привыкнете со временем. У вас никакого дискомфорта не будет. Я вас уверяю. И что сейчас мы можем сделать? Сейчас самое хорошее время для того, чтобы выполнить команду rake.db-migrate, с которой мы уже знакомы. Давайте я ее выполню. Вот тут я запустил ее как бы в подкаталоге. Вот она пишет, где на самом деле она исполняется. rake.db-migrate. Так как бы слегка подтормаживает. Но тем не менее команда исполнилась. Все то же самое, что и в сенатрии мы с вами делали. Ну потому что мы использовали те же самые модули. То же самое используется в Rails. Вот. И попробуем с вами открыть базу данных. Посмотреть, была ли создана там какая-нибудь таблица. База данных находится в каталоге db. Называется она development. SQLite3. Я ввожу SQLite3. Development. Ну вот и список таблиц. Tables. Вот у нас появилась таблица, которая называется articles. Ну и схема migrations. Это служебная таблица. Служебная таблица ActiveRecord. То есть все то же самое, что мы с вами уже делали. Как бы нового. Ну тут немного. Дальше. Я вам на прошлом уроке говорил про так называемый RESTful routing. Или просто про паттерн такой REST. REST, который вот такой. Вот тут в Rails этот паттерн очень хорошо используется. Сейчас я вам это продемонстрирую. Давайте для начала введем просто команду RakeRoads. Я ввожу RakeRoads. И эта команда из каталога конфигурации берет файл roads.rb. И нам его выводят. Ну не его выводят. Скажем так. Она его исполняет. И выводит список маршрутов. Вот у нас список маршрутов вот такой. У нас здесь написан URL, который мы можем ввести в нашем браузере. И куда этот URL ведет. То есть это такая как бы отладочная информация. Если вы заблудились в своем приложении, то вы можете ввести и посмотреть, какому контроллеру что ведет. Здесь контроллер Home и Action Index. Сами маршруты хранятся в каталоге конфиг файл roads.rb. Вот этот в конфиг roads.rb мы сейчас добавим пару строк. Но давайте я буду только добавлять это все через уже Sublime. А то там будет много всего, наверное. Я открыл контролл-к, контролл-б. Так, старый файл я закрываю. И нам нужно в конфиг roads.rb. Я ввожу следующую строчку. Здесь, кстати, есть подсказки. Вы можете их использовать. resources.rb.articles. Заметьте, что я ввел в обмножительном числе articles. Ну, так же, как и здесь, подсказка resources.products. Я это ввел, сохранил файл. И попробую... Давайте я буду просто дублировать скайп на всякий случай, если... Что я ввел. Вот я это написал. Файл roads.rb. Вы тоже это себе добавьте. И дальше я пишу команду rake-rows снова. И мы сравним вывод первой команды и второй. Команда исполнилась. Смотрите, первый маршрут у нас остался. HomeIndex. Но тут добавилось с помощью одной команды аж... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь новых маршрутов. И здесь указано, куда эти маршруты ведут. Почему было добавлено именно так, а не иначе? На самом деле, все вот это... Все вот это... Это как бы паттерн проектирования, который называется REST. Про который мы уже говорили. То есть, Trails по умолчанию делает так, чтобы ваши URL принимали вот такой вот вид. Чтобы вы особо над ними не думали. Вот, если у вас есть какая-то сущность, сущность, например, в нашем случае, которая называется статья, вот для этой сущности будут созданы вот такие вот URL. Ну, давайте что-нибудь попробуем с ними сделать. После того, как URL созданы, после того, как мы добавили маршрут, Самое хорошее место для того, чтобы начать, это вот этот маршрут для создания сущности. Маршрут называется Articles.new. Давайте туда перейдем и посмотрим, что там нарисовано. Articles.new. Вы увидите Такую вот ошибку. Routing error. Вот. И оно и понятно. Потому что у нас нет еще контроллера Articles. У нас нет контроллера, который отвечает за эту сущность. То есть, у нас здесь есть Application Controller, Home Controller. Application Controller, это, кстати, он. По умолчанию он создается. Вот нам нужно добавить контроллер для этой сущности, Article. Я ввожу команду Rails, там G, но Generate я не буду писать. Я заменил коротким словом. Вот, контроллер и Articles во множественном числе. Давайте я введу эту команду. И посмотрим, что будет сделано и откроем этот URL в браузере. Вот, отлично. Был создан новый контроллер. Давайте посмотрим. Вот так он выглядит. Совершенно пустой. Файл называется Articles Controller. Кстати, то, что команды сейчас медленно выполняются, нам даже хорошо. Потому что, если кто-то не успевает, тот может посмотреть на экран пока. Так, и попробуем открыть эту ссылку снова. Вот, уже лучше. У нас уже сообщение об ошибке, которая называется Unknown Action. То есть, неизвестный Action. Это говорит о том, что сам контроллер найден, но вот этот Action не может быть найден для Articles Controller. То есть, то, что нам нужно сейчас сделать, это добавить вот этот Action New как метод в наш контроллер. Кстати, то, что я вам сейчас вот это говорю, просто я хочу как бы сделать такое вот замечание, чтобы вы этого не пугались. То, что мы сейчас сделаем, вот это потом вы сделаете с помощью всего лишь одной команды. Просто как бы сначала вы должны столкнуться с проблемой. Проблема заключается в том, что нужно как бы много всего делать, много всего запомнить. Существует команда, которая все это делает. Просто для начала вам полезно будет проделать вот это так, как есть. Потом вы сможете, если что, что-то добавить, изменить и так далее. То есть, дальше будет проще, не переживайте. Вот я захожу в файл контроллера. Зайду я с помощью Sublime Text. То есть, видите, какое у нас уже большое приложение там. Хотя мы его только что создали. Вот это, кстати, новичков и пугает. Много различных папок, вообще непонятно, что к чему. Но сейчас мы с вами уже, в принципе, все понимаем практически. Нам намного проще. Так, нам нужно создать экшен, который называется New. Dev New End. Вот это самый простой экшен. И я снова обновляю эту страницу. Следующая ошибка уже лучше, чем две предыдущие. Ошибка говорит о том, что отсутствует шаблон. Или отсутствует представление. То есть, мы просто с вами не добавили представление. Вот, кстати, здесь нам подсказка дается, где происходит поиск этих представлений. Ну, давайте это представление добавим. App Views Articles. Ну, можно, наверное, в этом. Views Articles. New File. И я сохраняю этот файл. Как New.HTML.HB. То есть, вот такое название я использую. Сохранить. Тут можно написать New.Article. H1.Tag будем использовать. Давайте еще разок обновим нашу страницу. И, наконец-то, мы дошли до того, что у нас отображается страница. То есть, через три ошибки мы до этого дошли. Ну, в принципе, нормально. Потом вы будете пересматривать это видео, и вы увидите, что, блин, как же все просто. Так. Едем дальше. Сейчас, так же, как и в Синаторе, тут нам нужно сделать форму какую-то. Вспоминаем, что у нас за сущность. Наша сущность содержит title и содержит текст. То есть, нам нужно вывести два текста в поле и одну кнопку. Синтаксис, он одновременно и похож на Синатору, и одновременно он, ну, немножко новый, покажется для вас. Синтаксис, и я остановлюсь на нем немного подробнее, чтобы вы обратили внимание на некоторые моменты. Итак, синтаксис. Начинается все вот с такого. Потом мы пишем знак равно. Это очень важно. То есть, обратите внимание на то, что вы будете писать знаки равно. Дальше мы пишем форм-for. Это фишка. Rails уже пошла. Компонент, который называется форм-билдер. Там, кстати, существуют разные форм-билдеры. Если их там скачать, они разные и для Bootstrap'а там какие-то, ну, чтобы облегчить вам работу. Мы сейчас будем работать со стандартным форм-билдером. Потом, если что, вы сможете использовать другое. Там их много разных. Тут я пишу article. Заметьте, что я пишу в единственном числе. Не articles, а article. Do f. И вот такую штуку. И я предпочитаю форму сразу закрывать. Пишу end. End. Вот так нам можно написать. Давайте напишем какое-нибудь слово хотя бы, чтобы было видно, что у нас на этом этапе все работает. Вот какое-то слово есть. И я открываю исходный код страницы. И у нас тут уже... Смотрите, что Rails добавил. Во-первых, форма. Здесь автоматические какие-то свойства. В принципе, необязательные. Самое главное action. То есть он нам добавил текущий action. Несмотря на то, что мы здесь написали article, это говорит форм-билдеру о том, что мы используем сущность article. И он понимает автоматически, что нужно вот этот article с нее использовать. Есть способ, конечно, задать свой URL. Ну, далее метод post это стандартный. И вот здесь, в этом div специально используется ключ для безопасности ваших веб-приложений. Раньше таких ключей не было. Сейчас они появились. Ну, в общем, это такие автоматические фишки, которые Rails вам добавил. Так, ладно. Это у нас есть. Кое-что выводится. Теперь нужно вывести обычное поле. Делается это следующим образом. Например, f пишем. Text, field, field и title. Т.е. для сущности article мы выводим текстовое поле, которое называется title. Вот оно у нас появилось. Ну, тут можно вверху написать вот так. Title, например, vr. title. Еще, кстати, пишут следующим образом. Вместо этого title. Давайте вот это я вам сейчас скину. Просто, если кто-то пишет, тот, может быть, тому это будет полезным. Вот label. Label можно написать вот так. f label title. тайтл. То есть это выглядит так же, если мы то же самое поставим. В принципе, если мы посмотрим на форму, которая у нас появилась, здесь просто используется тег label. Ну, иногда этот тег полезен. Почему полезен? Потому что ну, здесь не видно его пользы. Но если вы будете создавать элементы, например, radio box, checkbox, то вот этот label, он будет полезен. Когда вы будете щелкать на этом label, checkbox может тоже будет включаться. Но здесь у нас как бы смысла особо не было в этом. label. Можно было вместо этого просто написать title. Ну, раз уж написали label, то пусть будет label. Это равносильно в сенаторе. Сейчас я посмотрю, чему равносильно, потому что сложно как бы уже держать в голове две вещи. Так. Это равносильно вот этому в сенаторе. То, что мы писали. Вот. И дальше мы будем смотреть. Rails у нас автоматически кстати, если вы посмотрите, он автоматически создал вот это поле с таким name. Если в сенаторе мы его писали самостоятельно, то Rails его создал нам автоматически. То есть вот этот код, заметьте, что он у нас как бы немножко поменьше стал. В сенаторе он был побольше. Александр спрашивает что-то. Репа будет? Репозиторий нужен, да? Нужен репозиторий то? Если нужен, то сделаем. Если не нужен, то что его делать? Просто я не понимаю. Мох, репа, вы говорите репозиторий там и так далее. Что у вас не запомнится? Ну так видео уже есть. Давайте я сделаю репозиторию сейчас. GitHub хочется успеть все. Не знаю успею или нет. Где тут создание репозитория? Давайте вот так. Sample блог паблик бла-бла-бла-бла. Ничего добавлять не надо. Create repository. репозитория. Создаем репозиторий. наверное лучше так. Start and get start and get make block. делаем репозиторием, делаем initial commit. Коммитим все. И дальше no remote specified add remote name url здесь origin и url вот отсюда я скопирую. Submit и делаем push. Отлично. И попробуем обновить. Все, можете клонировать. Вид клон. Так, репозиторий есть, будем тогда репозиторий немножко добавлять. Отлично. Едем дальше. Нам нужно добавить текстовое поле для текста. У нас есть там такой текст свойства в нашей модели. И тут только не text field, а text area. Попробуем обновить наш блок. text area. Кстати, вы молодцы, потому что вы уже не можете жить без репозитория. Как же так, Рома, давай нам в репозиторий все правильно. тут у нас будет кнопка еще в одном параграфе. Кнопка следующим образом пишется f submit хороший метод, потому что он для текстовой кнопки пишет save и что-то там. то есть мы не пишем текста save там что-то, а он автоматически нам его делает. В итоге у нас получилась вот такая формочка. Если мы посмотрим исходный код страницы, то мы увидим, что вот это все было написано автоматически, а раньше мы это писали ручками. то есть очень удобно все. И вместо вот этого всего у нас ну такой относительно небольшой код. Этот код еще можно уменьшить, если использовать другие формы билдера. Не стандартные, а но они там разные есть. Потом мы, кстати, это и сделаем. Так. Делаю commit по просьбе трудящихся. Update форм например Когда через консоль будем коммитить? Так, я могу коммитить через консоль без проблем. Только я точу. Ну, в принципе, да. Вам может быть интересно через консоль по коммитить. Я-то просто уже накоммитился через консоль. Теперь я люблю что попроще. Так. И едем дальше. Source мы посмотрели. Самое главное это вот этот экшен. Смотрите. у нас есть экшен вот такой. Давайте запустим еще разок rake roads Хотя вот тут он у нас выше запущен. rake roads и мы увидим, что во-первых, мы увидим такую вот коллизию. мы смотрим на то, что метод у нас используется пост а url вот такое articles new и смотрим и ищем где здесь articles new а метод у нас используется get то есть если мы на эту кнопку нажмем то у нас ничего не произойдет кто не верит, тот может попробовать кто верит, тот молодец, поверил мне на слово то есть ничего не произойдет для того, чтобы создать сущность в rest используется метод create или action create и вот он этот action create вот тут у нас есть action create и этот action create должен быть с методом пост ну метод пост у нас автоматически но нам как-то нужно перенаправить нашу форму на вот этот url url который называется articles как же нам это сделать нужно добавить после форм форм for article то есть после вот этого следующий кусок кода записывается он вот так url пишем articles так я сохраняю ну да здесь как бы с формами немножко сложно потому что вот этот сам rest это ну такое скажем так привыкнуть нужно вы если вы не не можете с этим rest справиться то вы можете спокойно писать tag forms так же как вы делали в сенаторе это будет все работать и тут то есть просто пишите html мы создаете свои контроллеры и все пишите все это в контроллерах в этом ошибки не будет просто как бы принято что лучше это выглядит когда используется rest так мы файл сохранили и сейчас мы обновим и вот это вот должно измениться я обновляю страницу видите у нас поменялось и это как раз удовлетворяет нашему условию пост на вот этот url и нам нужно создать экшен который называется create ну кстати этот articles тут можно изменить обычно в rails есть такая переменная articles path если вы напишите вот так то у вас будет то же самое то есть поставится правильный путь если вы ну вот этот путь основной как бы поэтому можно вот это поставить так что мы там сделали коммитить не пора ну не пора еще так далее добавляем в наш контроллер метод create def create и пишем end сделали и можно попробовать нажать на save article вот у нас выводится ошибка который говорит о том что template is missing то есть у нас отсутствует представление но контроллер у нас вот этот экшен понял то есть с экшеном у нас все в порядке давайте теперь попробуем вывести вывести просто на экран параметры которые передают передаются нам через форму это делается примерно так же как в сенаторе кстати вот ничего не понятно но представляете что было бы если бы мы сразу начали изучать rails сейчас хотя бы нам что-то понятно нам понятно что есть модель у этой модели есть свойства есть представление примерно понятно что такое контроллер то есть наш апп и рб только разбитые на несколько файлов вот постепенно вы самое главное занятия не пропускайте и постепенно я вам буду объяснять вам у вас картинка это сложится сложного такого ничего нет ну и я вам буду рассказывать как делать там какие то простые вещи так у нас есть метод create к которому уже идет обращение почему к нему идет обращение потому что по нашему маршруту по articles мы делаем пост запрос и смотрим куда этот пост запрос идет он идет в контроллер articles и в метод или в action create тут давайте выведем просто на экран есть такой способ вывода на экран но давайте для начала напишем что мы хотим вывести на экран я парамс но уже знакомы article в единственном числе и inspect то есть это у нас будет такой хэш и чтобы вывести этот хэш на экран нужно здесь кое-что добавить нужно написать вначале render render plane ну такой вот синтаксис то есть render это функция а вот это параметр функции plane это просто ключ хэша то есть вот это как бы хэш наш а вот это вот это вот хэш да а вот это ключ хэша вот это значение хэша а вот здесь вот значение хэша это у нас тоже как бы из хэша получается то есть такая вот матрешка так сохраняем и попробуем вывести то есть вот у нас выводится на экран такая вот штука что мы передаем какой хэш тот у нас на экран и выводится попробуем что нибудь еще введем ну отлично это работает так можно закоммитить нам это не помидеть или это а не 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 а не не а не 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 Можете забрать в себе изменения и послушаем домашнее задание. Для тренировки задание будет следующее. Сделать страницу home contacts с формой для контактов. Напишу тут обычное, как в сенатре. Сделать так, чтобы на сервер передавалось title. И, допустим, давайте email и message из формы контактов. Подсказка. Что-то нужно будет ввести. Вот самое первое, чтобы хотя бы сделать и так, чтобы форма отобразилась. А второе, чтобы работала передача на сервер. Вот сейчас мы как бы передаем на сервер, получаем данные. Вот эти данные пока сохранять не нужно, просто это передавалось. Вот это то, что нужно сделать, это нужно сделать не с помощью того, что мы с вами делали. То есть, мы с вами указывали вот здесь roads resources. Это у нас был rest подход. Нам нужен обычный подход. То есть, вот такой без всякого rest и так далее и так далее. То есть, вот этот resources нам не нужен. Сделайте простым способом, без rest. Ну, я думаю, на сегодня материала хватит. Хотя у меня тут еще кое-что осталось. Но, мне кажется, немножко надо, чтобы это в голове осело. Поэтому на сегодня все. Если у вас есть вопросы, то задавайте. Ну, ладно. Позанимались немного rails. На данном chamber. Продолжение следует...